С утра у центрального входа в парк культуры и отдыха Еликовска Роща жители города встречали главный врач Новочебоксарской городской больницы Галина Алексеевна Пуиндайкина и заведующая поликлиники номер 2 Наталья Борисовна Козлова. Прогулка с врачом – так называлась первая встреча медицинских работников города с горожанами. Несмотря на пасмурное утро, новочебоксарцы пришли на встречу, посвященную Всемирному Дню Сердца. У каждого были свои вопросы и проблемы. Это надо подойти и корректировать. 90 давлений вам нельзя держать с нарушением ритма. Это низко для вас? Это низко. Тем более, что был уже инсульт. А инсульт вот был. Я хотела спросить. Инсульт у меня был как раз в Новый год. Мне приписали еще систему ставить. И мне еще сказали целый месяц эти же лекарства пить. Сейчас каждый день, почти каждый день, через день вот эта пульсация идет в голове. Если был инсульт весной и осенью, хотя бы дважды в год, курс, вот такой вот терапии капельницами обязательно должен быть. В то время, как раз, когда играет давление, когда плоховато, тогда вы имеете чувствительное. Вот сейчас, значит, можно повторить горсть, да? Жители интересовала профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, правильный прием лекарственных средств, секреты правильного дыхания. Галина Алексеевна и Наталья Борисовна во время прогулки ответили на все вопросы горожан. Дали консультации по приему пищи и формированию здорового образа жизни. Очень даже хорошее мероприятие. Я рада, что у нас в Новочебоксарске много пожилых людей, которые, в общем-то, каждый день гуляют по роще, у которых совершенно здоровый образ жизни, которые регулярно принимают препараты от давления и ретардные формы правильно принимают. Они очень веселые, общаются с друг другом. И, конечно, вот часть из них 80 лет многим, и ощущение, что им 60. И они говорят, мы каждый день гуляем, действительно, это влияет. Вот такой здоровый образ жизни, ходьба, конечно, продлевает жизнь наших жителей. А какие вопросы были сегодняшние после сны? Какие препараты надо принимать? Как принимать нитроглицерин? Какой должен быть темп ходьбы, допустим? И всякие, много препаратов. Какие, в общем-то, рекомендации по ходьбе, по дыханию, в общем-то. Ну, на все вопросы мы ответили, постарались ответить. И надеемся, на следующую встречу подберут пусть вопросы, пусть посещает школу здоровья наша больница. Мы были бы очень рады. В прогулке присоединился глава администрации города Новочебоксарска Александр Сироткин. Он поддержал идею прогулки с врачом. Несоблюдение рекомендаций по питанию и физической активности часто приводит к ожирению, а оно, в свою очередь, способствует развитию сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, обратился к новочебоксарцам Александр Валерьевич. Несмотря на преклонный возраст собравшихся горожан, они все же пришли на встречу, обеспокоены своим здоровьем. Как было отмечено на прогулке Натальи Козловой, все, кто пришел, молодцы, и не надо думать о болезни. Жить нужно полноценной жизнью и, конечно же, следить за своим здоровьем. Горожане остались довольны акцией. На все свои вопросы я, например, получила ответы. Я очень довольна и благодарю вот такому мероприятию, что они в такую прекрасную погоду организовали. Спасибо им большое. Что еще скажет? Спасибо. Мы очень рады. Скажите, что и прогулялись? Прогулялись, конечно, за это. Частенько так ходить не нам забудет. Частенько это вот самих нам сейчас. Спасибо. Жители обрадовались, когда узнали, что прогулка с врачом станет традиционным новочебоксарским.